Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 16 января 2017 года вторник, по одному из старинных 37-й день месяца Белосияния, Покоя и Мира, 7526-го лета Асьмица. Со мной находится Светлана. Да, всем здравия. Если у тебя есть какие-то, может, свои соображения, мысли, ты можешь тоже их позадавать мне. Вдруг у тебя что-то такое наболело или что-то важное? Не, ну меня, конечно, наболело, но как-то не по теме сегодняшнего эфира. У нас сейчас эфир уже свободный получается. То есть можно вопросы на свободную тему? Да, как говорила Раневская, что никого нет, значит можно и так далее. Но из той же серии, да. Ну да, так просто слушатели-то наши как? Они тоже вопросы могут задавать, да? Слушатели наши, ну, наверное, смогут задать вопросы. Я смотрю, чат живет. Я могу сейчас еще в YouTube залезть, посмотреть, что там у нас в YouTube в скучном чате. Ну, ты тоже его видишь. Так что два чата перед нами открыты. YouTube чат и обычный чат. Там продолжают разбирать по поводу разных образов. Переписка продолжается. То есть люди как будто бы еще и не уходили. Как это, помнишь, это про Макаш, когда проснулся. А что, вы еще и спать не ложились? Известно в фильме. А что это вы тут делаете? Кино-то давно кончилось. Помнишь, как это добро пожаловать или посторонний вход воспрещен? Там с очком-то ходил такой добрый малый с улыбкой, как у Мишки Барби этого, как там, или как его зовут, которого все время... Я не знаю, как дети вообще эту мерзость смотрят. Но, наверное, прикольно, когда это с кособочего-то. Мишка после инсульта. Там у них причем не только Мишка, там у них и эти зайчики после инсульта, и лисы после инсульта. У всех на одну сторону такие ходят, и они пытаются этим делом детей рассмешить. Вот как ты думаешь, а для чего вообще такие мультики выпускают? Где они или квадратные все, или какие-то прыщавые, или лысые, или вот с такими вот этими искаженными физиономиями, как после инсульта? Для чего это делать? Типа смешариков ты имеешь в виду? Смешарики это еще, как бы так сказать... А губка-буб, квадратные штаны? Ой, ты даже эти названия знаешь. Да. Потому что у меня дети их смотрели. Нет, но мы-то взрослые можем разобраться, почему их выпускают. Мне вот интересно, почему они так завлекают детей. А, там еще был как-то это, про кота-то, котопес. Вот это вообще мультик, это просто. Это когда неудачные роды и так на всю жизнь, да? Да-да-да, но почему-то дети их смотрят, но вот как будто, знаешь, их не оторвать. Уже несколько раз посмотрели. То есть у меня эти мультики у детей были выучены наизусть. И они все равно притягивают, ну как будто их что-то притягивает, их взоры к этому экрану. Вот мне интересно, почему, что там такое в этих мультиках. А давай в игру сыграем. Хотя бессмысленные совершенно. Давай в игру сыграем, догадайся с трех раз то, что называется. Ну я думаю, там может быть какие-то, знаешь, технологии там какие-то, как это, третий или какой там, третий кадр. Да-да-да, видимо там на психику что-то, на психологию. А ты уверена, что именно так? Ну вот я не знаю, мне просто, ты сейчас вспомнила, мне было вот все время интересно это. А давай порассуждаем тогда. Как ты думаешь, в каком возрасте человек способен вот так вот непринужденно запоминать, например, сразу четырестишья, запоминать какую-то большую панораму. Вот он смотрит, например, куда-то в поле, там лес, облака, солнышко, птицы летают. И вот он сразу раз и сфотографировал это дело и может это все описать. Запомнить четырестишья сразу сходу, запомнить последовательность каких-то слов сходу. Вот примерно в каком возрасте это проявляется? Ну я думаю, это индивидуально вообще-то. Ну чаще всего. Может, но дети тоже много могут что-то запомнить. Ну с какого возраста детей это проявляется? Ну, например, я себя помню лет с четырех. Четверостиши тебе прочитывали. Скажи-ка, дяде ведь не даром Москва спаленная пожаром, французу отдана. И ты сходу так раз и как магнитофон повторяешь, да? Ну нет, но я уже могла специально выучить стихотворение, я могла. Нет, одно дело выучить, и ты вставала там на табуреточку. На табуреточку, я понимаю, да. И тебе конфетки давали. С тех пор у тебя плохие зубки, я знаю. Смотри, я вопрос-то задал конкретный. С какого примерного возраста люди способны запоминать большие объемы информации и без искажения их воспроизводить? Примерно. Ну не с четырех же лет обычно. Это, конечно, я понимаю, Моцарт гений был, я все понимаю. Ты тоже там отличалась. Я снимаю шляпу. Но, как правило, все-таки в большинстве своем. Ну, я думаю, может, лет с десяти. Лет с десяти. Вот, смотри, у нас идет как? Помним, да? Шесть лет. Когда только-только-только становление такого вот в этом мире проявления себя. То есть человечку, как звереныш, пытается этот мир пощупать, потрогать, прояснить что-то для него родители боги. Вот, он смотрит на них, открыв рот. Потом шесть-двенадцать он уже начинает между своими же взаимодействовать. Да, то до этого за воспитательницей, за папой с вами был. А тут он уже с ребятами пытается, с девчатами играть. Уже там доказывает, кто из них прав, у кого там куличик лучше получается, машинка лучше ездит, самолетик лучше летает. А потом кто из рогатки, точнее, стреляет. Вот уже, например, с двенадцати до восемнадцати они начинают себе индивидуальность проявлять. Они уже начинают доказывать не просто вместе, а они начинают уже свои ниши заполнять. То есть им уже необходимо себя начинать проявлять. То есть они себя ведут уже как такие звери, если на звериный уровень перевести, которые свою нишу в этом мире пытаются занять. И вот как раз, мне кажется, вот в этом переходном возрасте, в районе четырнадцати лет, двенадцать-четырнадцать лет, они начинают уже пытаться изъясняться. А до этого они улавливали информацию. А тут они уже пытаются ее отдавать. Если до шестилетнего возраста они полностью все улавливали и говорили какие-то, как попугайчики, что-то повторяя, с шести до двенадцати у них уже открывается какая-то индивидуальность, они уже взаимодействие начинают. Но индивидуальность, она все-таки такая коллективная. А вот уже с двенадцати и до восемнадцати они пытаются себя лично проявлять. Вот мне кажется, вот ближе к этому возрасту они способны сразу же что-то улавливать, запоминать, выкладывать. То есть у них уже какие-то могут появляться длинные мысли, изъяснения в противоположном полу, в любви, объяснения тому, что ты не прав, или там с учительницей поспорить, с родителями так или как ты думаешь, так, не так? Но ты имеешь в виду, что они осмысленно более-менее начинают воспринимать информацию и воспроизводить ее. Да, у них налаживается и прием, и осмысление, и передача. То есть они не просто уже друг с другом контактируют, они уже пытаются взять, отдать, рассуждать, поставить себя над кем-то и доказать, что у него айфон большего размера, примерно. Ну да, я согласна. Особенно мальчишки. Понятно. Хотя я встречал девчонок, которые мерились другими частями тела, у кого там уже что больше. Но дело не в этом. У кого там прическа, например, поинтереснее, да? Вот. У кого там каблучки повыше. Дело не в этом. Я про то, что мы возвращаемся. Примерно вот этих квадратных ужастиков в каком возрасте-то смотрят? Слушай, ну квадратиков ужастиков, ну это в начальных классах, я думаю. И в детском саду. Полный рост в детском саду смотрят. Получается. Значит, на кого они рассчитаны? Они рассчитаны на в районе шестилетних-переходный возраст от маленького зверяка к такому уже зверку, который себя начинает проявлять в обществе, да? Правильно? Так ведь получается? Да. То есть где-то в районе от четырех до, ну может быть так, восьми. Вот на это рассчитано. Согласна? Да. А дальше что получается? Их пытаются остановить в развитии. То есть эти все вот мультики, они, обратите внимание, они лубочные в самом худшем смысле слова. Они как клип. То есть короткие фразы, короткие мысли, какая-то гримаса застывшая. И вот такие вот бегают, направо перебежал, сказал, налево перебежал, остановился, сказал и так далее. Мысли неглубокие, примитивные, которые понятны вот в этом возрасте. Согласна? Ну согласна, они даже не лубочные в нашем понимании. Лубок это, извини меня, цело искует. В самом худшем смысле. А в самом худшем, да, там повторение сплошное. Там нет ни сюжета, нет ни сути, ничего там нет. Там одно и то же, одно и то же. Но при этом они такие корявые, нестандартные. А вот обрати внимание, ребенок-то в этом возрасте к чему тянется? К тому, что стандартное или к тому, что яркое? Да, я думаю, наверное, что яркое. Конечно, стандартное. Там незамысловатое. Конечно. Оно не требует много там ума, не занимает каких-то сил, знаешь, осмыслить это, что-то понять, вникнуть. Конечно. Это что-то двигается перед тобой, туда-сюда. Ты вот так смотришь, это хаотично. Конечно, обрати внимание, стандартное, оно и дома. Стандартное и дома хорошо покажут тебе. А вот то, что нестандартно, ну ведь папа с мамой не будут вот такими кубиками бегать, губками, там как ты их назвала, в штанах квадратных, да, и эти… Губка-бубка квадратные штаны. Да, и эти мишки, у которых там физиономия скреплена, или там вот эти вот, как там, котопес, что ли, как ты сказала, они тоже… Котопес. Да, папа с мамой… Мишки-гамми. Да, папа с мамой, но мишки-гамми – это еще… Это шедевр. Это шедевр по сравнению с котопесом. Вот папа с мамой котопеса не изобразят, да, и губкой они вот этой не прикинутся, и у них, если инсульты, конечно, слава богу, не было, они тоже так говорить не будут. Поэтому для них папа с мамой, ну, это как, обычные, и бабушка тоже с дедушкой такие же обычные, а это яркое, это нестандартное, это короткие фразы, думать особо не надо, это легко укладывается. Вот, мне кажется, здесь простой ответ, почему дети в возрасте от четырех лет, а может быть, некоторые уже из двух, если родители уже сами на этих губках воспитаны, дегенераты, да, такие, они включают телевизор и ставят эти вот так называемые мультики. И дети с радостью смотрят эту всю дрянь, родителям все равно, потому что они сами как эти губки уже, вот если бы была возможность проявить их, вот показать, они бы такими же губками ходили в таких же квадратных штанах и с перекошенными мордами. Ну, родителям некогда, потому что, потому что родители в этот момент, когда идут эти мультики, а шли они там, ну, они вечером шли, они шли с утра, когда, значит, мы собирались в школу, мне некогда, я там бегаю на работу собираюсь, и у меня двое этих погодков, они тоже, их надо в школу быстрее. И вот в это время, когда они там пили, кушали, завтрак, да, они смотрели вот эти мультфильмы. Но там действительно некогда, ничего. То есть ты бежишь, все на ходу, ты не успеваешь. То есть ты, получается, так, ты, получается, над своими детьми тоже издевалась? Ну, получается, ну, как, я не специально издевалась над своими детьми, но были такие моменты, когда, то есть я не могла контролировать то, что происходит. Ну, то есть можно было, конечно, выключить телевизор, сейчас-то мы уже давно телевизор не смотрим, а тогда вот было такое, что с утра они вот включали там, пока одевались, пока вот это вот все. Мне тоже надо было быстрее собраться. Да, были какие-то моменты, которые я не контролировала. То есть если вечером там это поспокойней, то с утра просто некогда было. Ну, это не отговорка, да, конечно, что некогда. Ну, было вот так. Ты наносила, не восстановила невосполнимый ущерб, ударяя этими губками, квадратными штанами по мозгам своих детей, по их неокрепшим. Да, они, между прочим, до сих пор помнят. Они что, на память пересказывают их? Да нет, но они запомнили этот мультик. Я сама запомнила, видишь, на всю жизнь это название дурацкое. Значит, ты тоже была примерно в таком же состоянии, примерно с такого же возраста, получается, да? Ну, да. Мне приходилось участвовать в этом процессе, вольно или не вольно. Тут нас спрашивают, а кто сказительница? Фаина, сказительница Светлана Большакова, та, которая принимает у вас постоянные вопросы и которая вас ругает за то, что вы пишете какие-то там в чатах вещи. Вот, Владимир, ты читаешь вообще? Она задает вопрос. Алексей, может быть, деградация – это один из инструментов эволюции? Вот как ты думаешь? Хотя мне вопрос задан, но я хочу тебя очень-очень услышать. Деградация… Один из инструментов эволюции? Ну, не знаю. Уже, мне кажется, такая деградация уже была на Земле. То есть, деградация, да, получается? Да. То есть, вот все говорят про этих обезьян там, да, что будто бы люди, ну, многие, да, как там Дарвин, вот, теория его эволюции, что люди произошли от обезьян. А мне думается, все наоборот, это одичавшие люди. Какая у тебя резкая теория-то прям. Которые стали вот такими вот обезьянами. Обезьян, ты, случайно, не бывший человек? Ну, да. Ну, а да, что эти снежные люди, кто они? Снежные, не трогай, святое не трогай. Бегают там. Ети не трогай. Ети – это не эти, чтобы на них, понимаешь ли, наезжать. И эти – это, ох, это те самые. Это, можно так сказать, не обезьяны. Это существа с высоким уровнем развития, который людям просто-напросто не дано понять некоторым. Ну, может быть, да. Я так думаю. Я думаю, что вот люди в один прекрасный момент дошли до такой вот стадии. Они стали как дикие обезьяны. Нас спрашивают, какая тема у нас сегодня разговора-то? А вот мы ждем, когда кто-нибудь умные вопросы задаст. Владимир же умный задал, вот и не ответила. Такого-то неожиданный какой-то вопрос я так стала размышлять. Ха-ха-ха. Ты думала, сейчас тебе Владимир прямо задаст такой вопрос, который ты ожидаешь. Владимир, я ожидаю вот этого вопроса, вот этого. Напиши мне, пожалуйста, эти вопросы. Ну, я надеюсь, Алексей мне поможет, конечно. Я же на это надеюсь. Понятно. То есть ты хочешь, чтобы я ответил на вопрос, не является ли деградация одним из инструментов эволюции? Владимир, здесь вопрос, конечно, философский и очень интересный. С одной стороны, все, что происходит в этом мире, все является эволюцией, даже деэволюцией кого-либо. Это смотря с какой стороны смотреть. То есть тот вид, который не способен удержаться на своем месте, своей нише, который не способен улучшаться самосовершенствовать или хотя бы оставаться на том же уровне, он так или иначе уступит месту тому, кто придет и займет его место, кто более подготовлен к этому миру, к этим условиям. А поэтому деэволюция одного является ускорителем или помощником, или реакцией ответной на эволюцию другого. Так что все очень и очень просто. Все, что мы наблюдаем, есть эволюция, даже деэволюция кого-либо из нас. Вот, казалось бы, такая глупость была мною сказана, но обратите внимание, если кто-то разлагается или что-то разлагается, то он помогает кому-то другому взращиваться. Ну, то же самое и яблоко. Вот оно зрело, мы радовались, из цветочка наблюдали, как завязывался, плод развивался, как оно становилось красным с того боку к одной сказке. И не просто так, а с той стороны, с которой солнышко светит. Потом оно стало наливаться соком, радовало нас. А потом вдруг мы пропустили что-то, оно упало, червячок там прогрыз дырочку, и оно начало гнить. Но оно же гниет, оно же умирает. Но при этом плоть этого яблока является необходимой для того, чтобы семечки, которые в нем есть, проросли. Ведь семечки будут питаться тем, что от этого яблока им достанется. Смерть одного является началом жизни другого. Деволюция одного является продолжением эволюции кого-то, или ускорителем, или так далее, чем-то еще. Так что вот. Вон там Анда Модоренко написала. Сразу вспомнилась Гарина в парижском зоо. Она смотрела на людей с самым выражением лица. Ну, тупые, как говорил известный Задорнов, сатирик. Еще и рукой на нас махнула и отворачиваясь с яным презрением. Анна, я помню, был такой случай на моих глазах в московском зоопарке. Как-то пошел я с ребенком в московский зоопарк. И дошли мы до обезьянника. И вот ходили-ходили. Сначала там какие-то незрачные мартышки бегают. Маленькие таких, даже большой клетки не видно. А потом дошли до каких-то таких, которые размером чуть меньше, чем шимпанзе. Ну, какие-то такие уже похожие на человекообразных. И что-то там мальчишки стояли впереди, смеялись. И куча такая была. Вот обычно у клеток мало стоит, где не видно никого. А там, где большие обезьянки, их видно, там большая кучка народа собирается. И вот они стоят, что-то там пальцами тычут. Ха-ха-хи-хи. Вот так вот молодежь собралась. А мы не можем ближе подойти. Ну, сын расстроился и говорит, ну, как, надо подойти. Я говорю, ну, что, мы расталкивать, что ли, будем? И я понял, что мы не просто так не подошли, а нас уберегли от того, чтобы мы не подошли. Потому что, когда одной самочке надоело, что на нее тыкают пальцем, она забралась на самый верх, повисла прямо перед самым концом клетки на одной руке, стала раскачиваться вправо-влево и потом как пустила струю. И с таким видом она на всех смотрела. Ну, что, натыкали пальцем? Если бы вы видели лица этих людей, которые там стояли, которые сначала, ну, молодые ребята, тыкали пальцем, которые веселились, как они друг на друга смотрели и как они расстраивались. И там еще один пьяный оказался человек, которого тоже застала струя. Он стоял, просто смотрел на эту обезьяну, но не трогал. Но ему тоже досталось. И вот такой комический случай. Он в шляпе стоял, ну, шляпу снимает, так стряхивает. И говорит, ну, я, пожалуй, в администрацию пойду. Вот так вот. Мартышка или обезьянка отомстила. Вот Наташа написала Трофимова. Многие знакомые мамочки кормят детей под просмотр мультфильмов. Вот не ты одна такая преступница, оказывается. А другие тоже. Ну, да, было такое у меня дело. Я же говорю, что утром надо было быстрее собираться. Их было двое. Ну, вот видишь, как Владимир, видишь, что написал или не видишь? Не, не вижу, сейчас познаю, что там. Ну, я читаю. Вот Владимир написал нам из мытищ. Алексей и Светлана, вы начитанные люди. Можете вспомнить, кто-то писал, что мистические эффекты, наблюдаемые в Индии и Тибете, являются своего рода отбросами практической деятельности, опытов над туземцами, некой небольшой группы магов. Не могу вспомнить. Может быть, встречали? Ты случайно не встречала? А я не совсем поняла, что за мистические эффекты, что именно. Ну, давай так, переведу тебя. Тебе помедленнее или попонятнее? Попонятнее. Попонятнее, хорошо. Значит, Владимир пишет, что кое-где в Тибете и Индии встречаются такие вот интересные… Свечения, что ли? Сооружения, какие-то там объекты, мистические эффекты, которые появляются вдруг вместо того, не сего. То какой-то объект, например, камешек летающий, или камешек, который разогревается, или поднимается вверх, или перемещается, или свечение появляется, или вдруг какое-то видение появляется, или какой-то там дяденька вдруг откуда-то выпрыгнул и обратно заскочил. Его больше никто найти не может. Следы есть, а дяденьки нет. Ну и так далее. И вот он говорит, а может быть, это всего лишь навсего являются отбросами практической деятельности, то есть опытами над тутземцами, то есть над нами, некой небольшой группы магов. Все там, ребята, развлекаются маги над этими самыми человекообразными существами, которые научились говорить и себя человеками называют. Может быть так? Я не встречала. Что ты вообще думаешь про эти артефакты? Ты на Тибете не была, да? Да, я в Тибете не была, в Индии я тоже не была, поэтому я не могу сказать. Эх, мы с тобой отсталые. Ну давай порассуждаем. А вообще, на твой взгляд, вот это то, что встречаются какие-то артефакты, свечения, мистические явления, духи и прочее, вот в каких-то так местах сил и прочем, что это такое, на твой взгляд? Я не знаю, я вот читала одну книгу про Тибет, там женщина писала, ой, не помню сейчас уже автора, это была единственная женщина, которую допустили в сам монастырь тибетский. Вот она среди там этих монахов провела очень длительное время и написала довольно-таки интересную книгу, где рассказывала вот эти все их практики, как они там по воздуху бегают, как они там подпрыгивают, ну то есть очень много всего. А вот чтобы мистические эффекты какие-то, это я не знаю. Ты знаешь, ну я тебя понял. Иногда, иногда я себе представляю, а как бы, например, реагировали люди, отброшенные в каменный век, к примеру, какой-либо термоядерной войной в третьем или десятом поколении, родившиеся вот в этом каменном веке, которые бы, например, нашли какое-нибудь благо современной нашей цивилизации, ну то, что им осталось. Ну, реагировали бы как на чудо, естественно. Вот представляешь себе, к примеру, произошла, ну не дай Боже, какая-то там катастрофа. Вот раз, и выжило, например, там несколько десятков человек, причем выжило не самых лучших. Ну, вы же ли те, которые сидели в этот момент условно там в каком-нибудь подземелье, праздновали день рождения, да, и выходят, а тут уже все с лица земли стерто, вот, и никого нет. И вот эти десять, которые никогда в школе особо-то не учились, которые привыкли только потреблять, вдруг остались жить. И вот они, значит, живут, ну, приходится как-то там между собой скрещиваться. У них пошло не самое умное, потому что они не могут ничего дать поколение. Плюс генетические, близкие перекрещивающиеся связи половые, они приводят еще к дальнейшей деградации. И вот эти вот там десятое поколение таких, условно сказать, деградантов, они стали населять какую-то часть земли, на которой жило вот наше поколение. А нас уже нет, все, уже наших, от нас уже ничего не осталось, все дома разрушены. И вдруг кто-то там нашел какой-то предмет, палку-копалку, и начинает что-то там откапывать и натыкается на унитаз. Смешно, да? Вот как ты думаешь, что с этим унитазом они начнут делать? Ну, по прямому назначению его использовать не могут. Понятно, потому что они не понимают, что туда надо чего-то делать. Ну, можно использовать что-нибудь, туда положить, там сложить какие-нибудь, вещички свои. Отлично. А много ли таких унитазов будет вот в этой цивилизации? Да кто его знает? Вдруг они потом научатся делать их? Нет, ну а с чего они вдруг начнут делать, если у них нет вообще никаких технологий? Они не знают, что это за штука такая-то. Ну, значит, в единственном экземпляре. Представляешь, что это будет за штука уникальная? Какой артефакт? Ну да. Его принесут к самому достойному и самых достойнейших. Он в нем будет или кашу варить, или есть из него, чтобы все смотрели, или восседать на нем, как на троне, да? И все будут говорить, вот он, вот он наш великий, вот у него самые-самые достойные вещи. Был же этот фильм, Пикей назывался. Помните, там как раз гуру такой, он когда брелок нашел, он показывал, что это вот ему там… Посмотрите фильм Пикей, индийский фильм. Я смотрела давно только. Довольно интересный, сделан в современном стиле, и там, конечно же, остались индийские танцы и пение, но это не портит его. Он длинноватый, на мой взгляд, но он очень сделан интересный. Там рассказывается про религии. Вот примерно из этой же серии, представляете, да? И что бы сказал вдруг какой-то человек, который нашу цивилизацию застал, он, например, в космосе летал, и по теории Эйнштейна он там пережил все вот эти катаклизмы, он о них не знал и вернулся к нам, и при этом он там был буквально один год, а здесь уже столетия пролетели. И он приходит к этому царю, говорит, слушай, дружище, а ты что отсюда ешь-то? Да, ну это же не для того. Я к чему это все рассказываю? Вот представь себе, когда наши геологи, наши какие-то эзотерики начинают вокруг артефактов вытворять какие-нибудь такие вещи. Вот это мы возвращаемся к Владимиру вопросу. То есть те что-то оставили, там это, например, был склад боеприпасов условно, или это был бункер для того, чтобы хранить энергию, которая и давала всей этой цивилизации какие-то там силы. Потом была срочная эвакуация, все отсюда забрали, все. Вот эти склады пустые, все вот эти здания пустые, там ничего не осталось. Туалеты все тоже пустые, фекалии давно там эти, как жучки-паучки, все съели, там все чисто, все выгребли. И вот приходит, там откопал какой-то товарищ и говорит, я нашел величайший храм. Ну, например, там унитаз он нашел, да, канализационный люк какой-нибудь от прошлых цивилизаций. И они начинают думать, что же здесь могло быть. И различные там идут вот такие же варианты, как приведенный мной, уж извините, низменный пример с унитазом. Как ты думаешь? Ну да, а разве у нас сейчас не так, Алексей? Так я тебе про то и говорю. Вот находит и начинает думать. То есть вот храмы, оставшиеся с древних времен, ведические храмы, которые раньше были хоронами, да, или хранилищем, библиотеками, они сейчас во что превращены? В какие-то религиозные места, где там люди поклоняются неизвестно чему, кому. То же самое же, то же самое. Только у тебя пример более такой-то простой, примитивный. Приземленный, да. А у тебя возвышенный. А у меня, да. Плюс бонус тебе один, мне минус один. То есть то же самое ведь и происходит. Мы с Мишей вообще, я думаю, запишем, что же такое на самом деле храм, что это такое. Да. Потому что храм – это не только библиотека. Ну, а вы еще расскажите, почему у них такая архитектура у наших храмов? Можно и об этом рассказать. Хорошо. Да. Почему? Откуда это все взяло? Вопросы, Миша, пришли, он подготовится и задаст их. Идем дальше. Смотри, вот тут Данил прислал к нам вопрос из Ютуба о том ми. Ваше представление о бесконечности. Что такое? Почему это слово есть? Почему есть в науках бесконечность? Бесконечность. Без конца. Что-то, не знаю, вечное, чего нет конца и края. Самое бесконечное – это, помнишь, как в песне пелось «Революция»? Есть у революции начало, нет у революции конца. То есть революция бесконечна. Поэтому не только в науке, но, как скажем, и в социологии тоже есть бесконечность, понятие бесконечности. Ну, так ладно, что же такое бесконечность и почему она в науках-то есть? Ну, не знаю, что. Тут, наверное, какой-то конкретный пример, что такое бесконечность. То есть в математике тоже есть понятие бесконечности. Бесконечное множество. Время конечно или бесконечно? Ну, времени вообще нет, как я понимаю. Значит, оно бесконечно. Да. То, чего ты не можешь потрогать, у него нет даже начала, не то чтобы конца, да? Да. Есть какие-то отрезки, которые человек может зафиксировать, но само время, то есть простечение каких-то процессов, они бесконечны. Законечиваясь один, сразу же идет другой. Не было бы времени, не было бы процессов. Это получается, что оно было и до нас, то есть процессы, которые происходят в пространстве, значит, оно где-то будет и после нас. Неважно, вернемся мы сюда или нет, да? Ну, то, что может зафиксировать человек насчет времени, это же субъективно. Вот я тебе про то и говорю. Да, вот есть начало и конец, да. Но это все, этим все для него время ограничивается. На самом деле, нет же границ у него, правильно? Конечно. А вот у Вселенной есть ли границы? Нет. А как ты себе это представляешь? Ну, она бесконечно развивается, не находится она в каком-то статичном положении. То есть, вот, как сказать, что у нее есть какой-то край, вот за этот край вышел, и там что, обрыв? Или что, пропасть? Она развивается, она находится в движении постоянном. Постоянно. Постоянно там расширяется, сужается, может, это опять расширяется. Понятно, я тебя понял. Но смотри, с точки зрения конечной-неконечной, это может быть только с точки зрения того, кто создал это. Потому что, когда он создает, он знает, где начало, где конец. Но только в своем пространстве. Ну, там же, Алексей, смотри, там же, где начало, там и конец. Так я же тебе про то и говорю. То есть, как говорят, где вход, там и выход. То есть, оно вот так. Здесь могу с тобой поспорить. Не всегда там, где вход, там и выход. Бывает так, что клапан в одну сторону только открывается, и через него уже не выйдешь. Если, конечно, голова крепче и камня, то в этом случае можно пробить. Но не факт, что там тебя радостно встретят. Но суть-то в другом. Что, вот смотри, я создаю что-либо, я творец. Я вот здесь начало делаю, вот тут конец. Что-то у меня начальное конец. Для меня, как для творца. А для тех, которые там живут, для них может не быть конца и начала в том, что я произвел. Точно так же, как для меня, который пользуется тем материалом, из которого создавал свое творение, тоже нет начала и конца в том, что выше меня. То есть, как время субъективно для человека, вот он отмеряет старт, финиш соревнования, старт, финиш. Вот для него субъективно старт, финиш. То же самое и для творца. Когда он создает новую реальность для кого-то, он создает начально-конечный продукт. Но для тех, кто в этой реальности, для них может и не быть начало и конца, потому что они могут не постигать этого всего. Они могут просто не видеть начало и конца. Для них это новая реальность, они не живут. Но в то же время, я сам же тоже в какой-то реальности, как творец существует, значит, кто-то создавал и эту мерность, в которой я нахожусь. И эти пространства, и этот материал, из которого я что-то творю, он тоже создавал. И я не до конца понимаю его, но я пользуюсь тем материалом, который мне предоставлен, тем временем, который предоставлен на мою жизнь, на мой отрезок жизни, и в нем я творю. Даже как Бог, я для кого-то являюсь сам сыном для более высокого существа, потому что Бог – это не только тот, который где-то нарисован на каком-то облачке с нимбом. Бог – это все-таки более интересная структура. Как вот ты думаешь? Да, я думаю, ты прав, потому что ты, как Бог, да, как творец, ты находишься над этой реальностью, которую ты сотворяешь. Ты ее видишь и охватываешь целиком. А если, например, я нахожусь внутри этой реальности, я не вижу, что там, я вижу только то, что передо мной. Я даже не вижу, например, что у меня сзади. Для того, чтобы увидеть, что у меня сзади, мне нужно оглянуться, то есть сделать дополнительное какое-то усилие, повернуться назад, допустим. А ты видишь все, потому что ты это творишь, ты сотворяешь. Ты знаешь все, что будет, что было. То есть получается, каждый из нас, как там в одной из версий Вет написано, и когда великий Рамха, то есть ты являешься Рамха, который раз и выдался до все. И там появляются те, кто из этого что-то творят, куда-то что-то направляют, противоборство, перемешение, единство и борьба, противоположность и так далее. А ты не виден, ты не осознан с точки зрения тех, кто в этой реальности, они не могут тебя понять, потому что они в этой реальности живут, как рыба в воде живет, и рыба понимает, что такое вода только тогда, когда кто-то ее из воды вытаскивает. До этого вода для нее была нормой, она жила в этом. А потом раз, когда ее на берег кто-то вытащил за губу, она понимает, а без воды-то вот плохо. А я там спрашивал своей бабушке, щуке, что такое вода, где мы живем, она не могла объяснить. Вот теперь я понимаю. Но, к сожалению, это понятие для многих является последней жизнью. Но тут еще есть же такое понятие внутри, как мера, то есть вот это выражение каждому по мере своей. То есть я, например, сужу со своей точки зрения, со своей мерой, насколько я могу это увидеть. А ты, например, видишь уже шире, потому что у тебя уже мера другая. Какие у тебя познания, это прям интересно с тобой поговорить. Вот Аз Омьев написал «Белый камень, трон мысли». Это он про унитаз. Да, но на самом деле там же раскрываются все каналы. Так что иногда помогает. Данила, вопрос эфира от Натальи Синюковой. А кто такие Йетти? Было бы очень интересно узнать. Ты знаешь, что такие Йетти? Вот их упомянула не в очень хорошем смысле. Нет, ну я упомянула, но ты сказал, что ты лучше знаешь, кто такие Йетти. Нет, я так не сказал. Ты сказал, что лучше надо осторожно с ними обращаться, не поминать суи. Даже я такое сказал. Я так поняла. Понятно. Поэтому я теперь буду остерегаться насчет Йетти. Йетти. Надо ответить так. Наталья, да кто их знает, кто такие Йетти? Если познакомлюсь, в эфир приведу, например, или просто интервью возьму, то тогда расскажу, кто такие. Но вообще Йетти интересные существа, очень интересные. Есть несколько видов Йетти, которых по-разному в разных странах называют, они очень близкие родственники. Это производные из одного мира, которые являются хранителями кое-каких интересных мест, которые обладают интересными возможностями воздействия на живых существ типа человека. Они могут наводить морок, могут наводить сон, они могут отводить сторону, страх наводить и так далее. То есть, они этим обладают. Но при этом у них отсутствуют некоторые качества человека современного. Как-то так кратко я расскажу, чтобы интрижку поддержать. Так, вот храм. Не совсем понятно, но что-то связанное со светом. Вот давай дальше. Владимир пишет нам. Рад вашему юмору. Перефразирую. Алексей, допустим, приглашаешь ты электрика починить электрощиток. Допустим, электрик приходит, чинит, общается с тобой и после этого решает бросить курить и пить. Похвально, значит, здравомыслящий электрик попался. Возвращается к брошенной жене и детям. Печальный случай. Так, повороты. Интересно, что повороты идут туда-сюда? Владимир молодец в отношении. По отношению к детям это будет мистический эффект, который они спишут на чудодейственную силу нательного креста электрика. Ах, вот что крест животворяющий делает. А на самом деле электрик имел практический опыт с Алексеем. Вот о чем мой вопрос. Люди обычно путают одно и другое. В восточных практиках ничего не перепутано. А, типа он хочет сказать, что какой-то предмет на Востоке превращается в фетиш и как бы поклоняется не тому, чему на самом... Не уделяют внимания не тому, чему надо уделять внимание. Только лишь предмет. Это как есть хорошее высказывание. Смотрите не на палец учителя, а на то, куда он указывает. Ну, если я, конечно, правильно поняла. Ух ты! Как глубокомысленно у тебя все указывается. Да, да. Как у меня все запущено. Нет, нет, не сказал бы я так. Не сказал. Мозги еще пока варят. Очень даже хорошо. Так что не надо на себя наговаривать. Не надо. Ну, ладно. Как ты говорила еще в фильме «Покровский рот». Заметьте, не я это предложил. Вот из этой же серии. Это не я сказал. Но ты знаешь, я совершенно согласен в данном случае с Владимиром. И таких случаев я видел достаточно большое количество. Когда возвращающийся от меня электрик вдруг возвращался в трезвом виде. Мало того, он бросал курить. И жена разводила руками и говорила. Ну, как же так? Я тебе уже всю плешь проела, что хорош курить, хорош пить. Ты уже от меня до ручки довел. А ты вот так ни с того, ни с сего, не послушав меня, вдруг от другого человека пришел. И не пьешь, и не куришь. На что электрик разводил руками и говорил. Ты знаешь, нет пророка в своем отечестве, женщина. Да, на самом деле фитиш встречается. Фитиш встречается. Я же Пикей, когда сказал, что он там с брелком с этим делал. Он висел у него, сиял. И он говорил, вот видите, что мне было передано. Вот видите, я крутой. А вы там вообще на вознике лазите, не пойми где. Мы же про это и говорили. Поэтому, да. Что хотел сказать, говори. А вот, например, когда человек берет какой-то предмет и начинает, ну вот тот же самый фитиш, хотя бы так возьмем по-простому, и начинает там, я не знаю, разговаривать с ним, молиться на него. Он же отдает ему какую-то энергию, да? Вот в этом предмете может в конце концов собраться какая-то энергия? Или он может стать для него, для этого человека каким-то амулетом, который там в какой-то момент действительно ему поможет? Вот может такое быть? Вот это ты повернула. Конечно, конечно. Любой предмет, любой, абсолютно любой предмет может стать палочкой Гарри Поттера. Совершенно любой предмет может стать амулетом. Совершенно любой предмет может стать, как там это, оберегом. Совершенно любой. Вопрос не в том, что есть сам предмет, а в том, что в него закладывает тот, для кого этот предмет становится волшебной палочкой, оберегом или амулетом. Мы сами, как творцы в этом мире, имеем право создавать в этом мире все, что нам необходимо. Многие, к сожалению, этого не понимают. Многие просто об этом даже не догадываются. Многим даже на это не намекнули. И вот мы, когда общаемся на радио, мы пытаемся сказать, люди, да вы же творцы. Нет, конечно, есть человекообразные, которым это не дано. Ну, есть. Ну, что поделать, это правда такая, да. Но если вы слушаете Народное славянское радио, если вы спрашиваете, кто я, если вы задаете вопрос, как Владимир задает, как другие наши радиослушатели, зрители, они просто пишут, а, фигня, то в этом случае, значит, у вас есть все предназначения, есть все возможности для того, чтобы быть творцом в этом мире. А раз у вас эти инструменты есть, ими необходимо научиться пользоваться. А пользоваться можно тогда научиться, когда вы наконец-то поняли это, осознали, и когда вы просто-напросто начинаете оттачивать свое мастерство. Вот и все. Все очень просто. Ну, а смотри, вот мне кажется, что люди разучились верить и быть уверенными в чудеса, потому что они, ну, стали такие умные, понимаешь, там все такие, у всех там машины, дела, они такие все деловые, серьезные. И, то есть, они не верят вот в то, что они могут сами что-то сотворить. Например, вот если посмотреть на ребенка, да, я вот смотрю на сына своего. Вот он что-то там играет, понимаешь, строит, там что-то из кубиков, там лего у него, там какие-то машины. В общем, работа кипит, я подхожу, вот он может так там, ну, полчаса, сорок минут, он никого нет, да он один там в комнате. Я прихожу, Тёма, что ты делаешь? Он мне говорит, мама, я же играю, это такое важное занятие, я же играю. Типа я пришла, тут все, тут ему перебила, а у него такой важный процесс идет. Ну, ведь на нашей жизни это тоже в чем-то игра. Неужели нельзя вот так просто вот, ну, не знаю, поверить, как сказать, быть уверенным в себе? Что ты просто вот это делаешь, не почему-то там так даже вот как, вот я сейчас это сделаю, потом будет вот это, вот это, вот это настроить себе какой-то там целый замок или дом. А просто вот идешь так уверенно, вот я сейчас вот так сделаю, вот так. И это будет, понимаешь? Ну, все правильно ты говоришь? Вот для того, чтобы из таких детей вырастали вот эти взрослые товарищи, которые ничего не могут, которым важнее получить машину, квартиру, и дальше их ничего не волнует, им и показывают мультики типа тех, про которые мы сначала с тобой и говорили. Ибо эти мультики выключают в мозгах маленьких детей творцов. Ибо эти мультики превращают бывших творцов в винтики и гаечки. Они превращают их в дегенератов, в рабов, в плохом смысле этого слова, а не в древнем, в смердов или в нежитей, которыми просто управлять. Вот для этого эти мультики и создаются. Вот для этого и бросаются все теории, что ты человек от обезьяны, что ты человек еще от кого-то. Нет, хотя мы же говорили, что вот когда мы говорили про возникновение рода с Михаилом, мы записывали передачу, мы рассмотрели все версии, что есть и те, и другие, и третьи, есть и эволюция, есть управляемая эволюция, есть и божественный уровень, причем разных направлений. И наш родовой, и не только наш родовой. Это мы все рассмотрели. И каждому дает свое. Даже обезьяне дается творчество, если уж на то пошло. Даже обезьяне есть творчество. Но нас загоняют в такой уровень, что даже ниже обезьяны многие... Вот та обезьяна хотя бы догадалась наверх залезть, отомстить, те, кто ее оскорблял, да? А многие даже не догадаются до этого из людей. Я наблюдал за одним таким фильмом, небольшой фильм был, когда сравнивали, насколько люди мудрее обезьян. Ты знаешь, обезьяна победила. Вот в этом фильме. Там делались очень просто. Значит, на стол... На стол. Там в этой комнате было что? Значит, посередине стоит стол большой, закрепленный. Его нельзя перевернуть. К столу прикреплена металлическая такая заставка. Прямо саморезами вкручена. В которую вплавлена стеклянная, высокая, где-то сантиметров 40, как трубочка, колбочка, в которую палец залезает, а вот рука уже не пролезает туда. Ну, два пальца лезет. А там лежит какая-то вкусняшка. И вот что там еще? Тумбочка есть. Ну, что там? Стоит цветок, стоит тумбочка, видимо, для красоты в какой-то там вазочке. Все, в принципе, такое скетичное. Ну, как это для исследований комната. И приглашают по очереди людей разных национальностей, разного вида, разного возраста. Бабушки, дедушки, негры, славяне, славянского вида, желтый, красный. Всех. Ну, приглашают вот всех. И сравнивают. У кого что там интеллект лучше, не лучше работает. Ни один человек не догадался вытащить вот эту вкусняшку оттуда, из этой колбы. Ни один. Да и дули туда. И что только не делали. И стучали, и пальцем пытались залезть. Но поэтому палец не 40 сантиметров, далеко ты не залезешь. Когда туда посадили обычную шимпанзе. Она на это дело посмотрела. Огляделась в комнате. Вот так по все стороны посмотрела. Увидела банку вот этого с цветком. Взяла эту банку. Поставила на стол. Цветочек положила в сторону. И налила в эту колбу из этой баночки. И эта штучка всплыла. Она ее взяла и скушила. Вопрос. Кто мудрее? Люди разных национальностей, разных видов или обезьяна, которые живут в природе и где такие проблемы, ей приходится решать каждый день? Ну вот и задумаешься. Вот и все. Такие же эксперименты показывали с воронами различные. Как вороны лишают задачи вот так же. Которые, например, 12-летний ребенок не может решить. На которые бабушка не сможет решить. Которые ученые не могут решить. Это вопрос, кто такие ученые. Вот мы как здесь поднимали вопрос, кто такие ученые. И так далее и тому подобное. Понимаешь, оказывается, звери-то с точки зрения выживания-то они мудрее, чем мы. Многие зре. Я, конечно, не беру слезника какого-нибудь там червячка. Хотя червяк, он потому и выжил. Что он мудро живет. Он естество не нарушает. Вон, кроты. Вот сейчас у нас зима. Заморозилось все. Мы выходим. Бабах. Куча вырыта на участке. Сантиметров 20 высотой. Сантиметров 40 шириной. Вопрос. Как он в мерзлой земле это смог выкопать себе? Вот многим взрослым кажется непонятно. Для меня понятно. Потому что изнутри купол расширяется. Внутрь сложно сложить. То есть, наверху промерзлая земля. А внутри-то она не промерзла. Морозов сильных не было. Тем более под снегом. И он снизу-то выкапывает. Купол расширяется. Поэтому куча растет изнутри. А внутри ее обратно не запихнешь. И разрушит. Она же коркой образовалась. Лопатку я взял. Попробую постучать. Ничего не получается. То же самое, как люди говорят. Ну, яйцо такое крепкое. Как же такой беспомощный маленький птенец. Это яйцо разрубает. Ну, потому что, во-первых, он изнутри рубит. А во-вторых, у него, как правило, есть наростик. Или на клювике. Там что-то такое, чем он прорубает. Изнутри проще разрушать купол. И многие даже не думают об этом, не догадываются. У меня был случай такой интересный. Вырыли пруд на одном из участков. Большой пруд такой. Достаточно. Застелили старого бассейна. Осталась пленка. Застелили, чтобы вода не утекала. За борта заделали так, чтобы он не разрушался. Все. Красивый пруд. Туда мы привезли карасей, наловили. Много чего я участвовал в этом деле. Там два ведра. Ой, две 100-литровых бочки туда привезли карасей. Маленьких разных видов. Они там жили. Все. Туда же карпов пытались запускать. Все. Растительность. Все хорошо. Они там две зимы перезимовали. И вот кто-то приехал из взрослых людей. Лет 50 взрослая женщина приехала в гости. И она стоит и смотрит в этот пруд. Он стоит 10 минут смотрит. 20 молча. Просто молча смотрит. К ней подходит ее подруга, говорит, им не буду называть. Чего стоишь, смотришь? Говорит, ну здесь же рыба живет. Говорит, да, караси живут. Он, ребята, наловили два года назад. Ну, она же должна всплыть. Я хочу на нее посмотреть. Говорит, а почему она должна всплыть? Ну, она же должна воздуху вздохнуть. Это взрослая женщина сказала. Взрослая женщина. Не американка, как говорят американцы тупые. Не какой-то там папуаз из Гвинеи. Это сказала русская женщина. Лет 40-50. То есть, они даже не представляют, что рыба дышит жабрами, что ей не надо всплывать, чтобы воздух набирать. Есть, конечно, там рыбы, которые и тем и тем воздухом могут дышать. Двоякодышащие. Но взрослый человек. Понимаешь, о чем мы говорим вообще? Вот это... Но оторванный от природы человек, никогда не видевший такого... Оторванный, мало того, ей цивилизация отравила мозги все, отучила мыслить. Отучила не то, что логически, а просто мыслить по природному, по естеству. Вопрос, а что мы хотим дальше? Мы что, своим детям будем рассказывать какие-то правильные сказки и их расшифровки? Мы что, детей будем куда-то двигать в светлое будущее, чтобы они лучше становились? Да нет. Таким людям проще включить мультики, кормить их кашкой какой-нибудь отравленной или чем-то еще. И все, и надо все закончить сказать. Ну, посиди, посмотри еще. А потом Дом-2 пойдет и все остальное. Вот готовый тебе винтик вышел. А потом почему-то говорят, что-то в нашем дворе стало мусорно, шприцы какие-то валяются. И вообще ходить страшно во дворе и в подъезде. И пахнет как-то нехорошо. Тут еще вчера зарезали кого-то, тут ограбили, там изнасиловали. И милиция уже не справляется. Милиция в три раза больше стала, а не справляется. Почему-то. Ну, что тут говорить про рыбу, где там в бассейне. Когда вот во втором классе у меня сын учился, мы с родителями, там еще с некоторыми, да, мы не могли детям объяснить, что такое поросенок. Они его никогда не видели. Они видели игрушку, понимаешь, вот эту мягкую игрушку, допустим, там. Или какую-то пластмассовую, да. А что такое поросенок, они не знают. Они не понимают. Я смотрела на это с таким ужасом. То есть, то, что для меня естественно, ну, я сама выросла в деревне, там. Ты поросятам хвосты крутила. Да, я крутила. А для них это, ну, они не понимают, что это, кто это вообще. Как оно выглядит, это все. Я даже помню, мы в детстве на свиньях пытались ездить. Прикольное занятие. Да, а я, наверное, на этом, на бычке. Ну, бычок, лошадка – это другой разговор. Имеется в виду… Садилась-то бычка. Бычок – это нормально. Вот на свинье – это, она же резвая такая. Да, да. Так, вопрос эфира от Анжелы Шемшер. Леги 16-мерные? А мы, человеки-люди, сколько мерные? Про легов это к тебе. Ну, мы живем в трехмерном мире. Четвертое измерение – это, как называют его, время. Вот и говорите. А есть еще, например, плоскостное. Есть еще вообще линейное. Ну, вот представьте себе. Берете какое-нибудь, ну, компьютерное устройство какое-нибудь. Неважно. Ноутбук, компьютер с монитором или на ладонник. Ну, там игрушка какая-нибудь. Ходят человечки. И вы этим человечками управляете. Вот я все хочу записать передачу, как это все происходит, чтобы посмотреть. Наглядно все было. Ну, некогда в игрушки просто играть. Надо будет время потратить. Ну, так вот. Для них они живут в трехмерном мире. Вот у них трехмерное пространство, плюс у них есть время четвертое. Они занимаются своими вопросами. Что-то решают. Причем многие даже не подозревают, что ими управляют. Потому что там есть программа, которая заложена. И есть какой-то бог. Например, Светлана, который берет и говорит, иди сюда, бери вот это, неси туда. Ага, получаешь бонус. А ты сражайся с этим. А ты вот это делай. Ну, и так далее. И вот они выполняют задания этого человека, хотя не понимают, что они задания выполняют. Им кажется, что они живут самостоятельной жизнью. И они живут в трехмерном мире. Но для нас это плоскость. Это, да, 3D, но это плоскость. Они на плоскости находятся. И они не могут тебя увидеть. Они тебя не увидят. Они тебя не поймут. Сколько ты с ними не разговаривай. Они понимают только команды, указания. А теперь представь, что для кого-то наш мир – плоскость. И что мы так же не видим тех, кто управляет нами. И что мы так же их не слышим. Мы только понимаем волшебные пендели, грабли, которые каким-то образом вдруг оказываются на нашем пути. Вдруг справа стена получилась слева. Вдруг кто-то с нами встретился. С кем-то мы повздорили или подружились. С кем-то идем вместе. Потом разошлись. Потом у нас там еще что-то произошло. А на самом деле для нас трехмерный мир. Все такое интересно. Свои программы жизни, которые мы судьбой называем. Кто-то вообще в это не верит ни во что. А при этом кто-то сидит наверху такой умный и управляет этим ботом своим. Этим лево-тарчиком. Смотрит его глазами на мир. Прикольно? Это, знаешь, как сказочка была. Такая история в некоторых орденах так посвящали там. Ну, посвященные, знаешь. И там вот им рассказывали. На плоскости живут разные фигуры. Допустим, там треугольник, там круг. И тут вдруг откуда-то... То есть их подводили к тому, что квадрат, да? Вот четыре угла. Их подводили к выходу из этого. Из плоскости. И линейности тоже. И вдруг появляется откуда-то вот такая фигура, квадрат. И вот там вокруг этого все квадрата закручивали все это учение. Понятно. Вот к тебе вопрос персональный пришел от Владимира. Он пишет тебе. Светлана, я провожу небольшой опрос. Я знаю уже, какой он опрос проводит. Ответь, что значит знаменитая фраза. Что снизу, то и сверху. Что больше, здесь прыгает у меня, то и малое. Что большое, то и малое. Ну-ка, ответь, пожалуйста, Владимиру. Малое в большом, большое в малом. Понял, Владимир? Все просто. Устами Светланы глаголит истина. Женя Макарова, вопрос в эфир. У меня один знакомец, адепт католической церкви. Очень любит бывать в Иерусалиме и зажигать огонь в храме Господнем. То есть, он сам приезжает и зажигает там огонь. Или он там зажигает себе огонь от того, который снизошел. Здесь надо уточнить. Но, скорее всего, конечно, не сам он зажигает, получая тот огонь. Так как он сам загорается. То есть, огонь загорается, а он радостные свечки от него зажигает. Раз это до сих пор не опровергли, как это объяснимо? Очень хочется ему показать, что нет такого огня и быть не может. Женя, ты что? Ты вообще понимаешь, что ты собираешься сделать? Ты разрушишь веру этого человека. Такой жестокосердечной нельзя быть вообще. Это во-первых. Это не по-человечески. Во-вторых, каждый человек находится на своем уровне развития, свития, взросления. Каждый находится на своем уровне варнового предназначения. У каждого своя программа жизни. Неужели ты собираешься переделать его программу жизни, перетащить его в другую варну, если он еще как морковка не созрел? Зачем его за бату тащить? Но если это помогает ему в жизни, ну, может быть, лучше с ним общаться, как с хорошим человеком, нежели чем из него сделать злого, озлобленного человека, который разуверится в чем-то и начнет тебя за это попрекать? Ты что, хочешь, чтобы он совершил какое-то преступление? Он верит, он соблюдает посты, он ездит в святое место, он добрый, хороший человек. Что ты хочешь добиться тем, что ты его разуверишь в чем-то? Не понимаю. Может, Свет, ты понимаешь, зачем это делать? Да я думаю, не надо навязывать людям что-то свое. Ну, верит он в огонь. Пускай верит. Придет к нему осознание какое-то другое, будет он другой верить. Но толку-то его разубеждать. Смысл. Вот пишет, ой, я не верю в этот огонь. Я что, одна не верю? Ой, а я что, тут одна, да? Да. Ну, вариантов зажжения огня без спичек, зажигалок и прочего огромное количество. У меня вот тоже огонь иногда загорается. Где? В разных местах. Ты что, попугивать меня решила сегодня? Я все молчу вам. Я сейчас вообще на полу паду, ты что, лбом начну стучаться? Ты что делаешь-то? Эфир придется закончить раньше времени. Нельзя быть так. Одна жестокосердечная, ты непредусмотрительная. Гуру здесь собрались, вообще, психиатр и гуру. Куда бечь бедному Алексею? Да, кстати, вот если уж мы про христианство заговорили, надо понимать, что христиане и крестьяне – это не одно и то же. Это абсолютно разные вещи. Христиане и крестьяне – это совершенно разные вещи. И когда говорит крестьянин тот, кто показывает идущие в храм, например, это не совсем верно, а может быть, даже совсем неверно. Но я думаю, мы об этом поговорим в другой какой-нибудь истории. Да как загорается-то огонь, спрашивает Женя Макарова. И говорю, существует множество способов зажечь огонь так, чтобы он вспыхнул прямо в руках, без каких-либо зажигалок, без керосина, без всего, и он ничем не будет пахнуть. Он просто загорится у вас, вот свечка, просто загорится. Такой маленький даю намек. Обратите внимание, пересмотрите, крупным планом показывают, какие свечи дают разоблаченному священнику, который заходит в то самое здание, где нет ни лампад, ну, как говорят, нет лампад, и нет никаких-то других способов заживания. Ни огнивы, ни кремния, ничего. Обратите внимание на вид свечей. Внутри зажигалок нет, сразу скажу, дело не в зажигалках. Просто обратите внимание, как они выглядят, какого они цвета. Так, мысли для рассуждения, и не более того. Никого ни в чем не собираюсь как бы так убедить. Еще какие-то есть вопросы? Или будем заканчивать уже? Хватит мучить народ своими хихихалками. Ну, я не знаю, как скажете. Вон, там Наташа написала, слышала историю с первых рук, городская девушка приехала в деревню в гости с удивлением и ужасом, разглядывала кур, а потом выдала, как они бегают, у них же четыре лапы должно быть. Ну, вот я же говорю, вот до чего дошли уже, дальше некуда. До чего дошел прогресс, пам-пам-пам-пам. Пару лап исчезли у кур. Да. Тут у нас вообще переписка идет, а ты даже не смотришь. Где? Я смотрю, где успеваю, где не успеваю. Там и Томми переписывается с подсолнухом. Тут они про бесконечность что-то. Про трехмерность и прочее. О, вопрос, а как выглядит душа? Света, как душа выглядит? У тебя душа есть? Душа. Есть. Она твоя? А как же? Моя. Если она твоя, расскажи, пожалуйста, про свою собственность. Как она выглядит? Я не могу сказать, как она выглядит, я могу чувствовать. Чувствовать. И если это твоя душа, это твоя собственность. Ты должна свою собственность знать? Расскажи своей собственности. Ну, я же не вижу ее физическим зрением, правильно? Значит, это не твоя собственность. А чья же? Хозяин – это тот, который может свою вещь или что-то, принадлежащее предмет, описать. Например, скажут, вот вы потеряли кошелечек? Да, это я потерял. Опишите, пожалуйста, как он выглядит, что внутри, сколько там купюр, какими… Хорошо, а ты можешь свою душу описать? Стоп, а я не сказал, что душа моя. Вопрос был к тебе. А она твоя? А я хитрый, я не скажу. Ну, а чья же она? Ну, по идее, моя. Твоя. Так вот, если, например, ты потеряешь кошелек, а придешь кому доказываться, что кошелек, ты же расскажешь, как он выглядит, где там какой-то заусенец, какого цвета, где там потертость, сколько было денежек, на крайний случай. И тебе скажут, да, Светлана, это твой кошелек. Держите, примите, поздравляем, аплодисменты бурные и там и так далее. Ну, а как я могу душу, что ли, потерять? Мне найдут мои души и скажут, вот давай, скажи такое конкретное что-то, какое-то определение, примету, что это твоя. Ты никогда не читала про то, что души иногда покупают, есть падшие души, есть потери души? Никогда не читала? Душа вышла из тела, например, говорят, там, потом опять зашла. Немножко посидела и вернулась. Да, читала, слышала. Ну вот, вопрос. Все-таки твоя это душа, а не твоя душа? Если это твоя, ты должна иметь представление хотя бы о ней. Не то, чтобы конкретное описание, но представление-то. Как определить, твоя душа не моя? Вдруг у нашей души поменяются местами? Конечно, не дай бог. Что тогда? Как мы определим? Почему? Не дай бог. Помнишь отроки во вселенной, да, это Москва-Кассиапия, когда там два робота стояли, исполнителя. Тык-тык, это не моя голова. Тык-тык и не моя. Тык-тык, вот моя голова. Давай меняться. Отворачивали и менялись, да? Слушай, ну а говорят же, что в течение жизни они там души эти переселяются из тела, из тела. Вот ты сегодня, например, лег, ты один человек, а завтра ты уже стал, вроде как Алексей на вид, но что-то уже не то. Такая инкарнация вошла, да? Кто-то другой заполз. Да, да. Подсадочка такая стала. В это же тело, в это же тело. Ну так все-таки, вот тут все-таки азн, вопрос. Все-таки, все-таки, как выглядит душа, какой она формы, какой она цвета? Может, я так не могу сказать, какой она формы, какого она цвета? Эх, да все очень просто. Поскольку душа из другого измерения, и это проявлено в нас, но через нас она проявлена, но при этом она не совсем в нас находится, и она другого измерения, то формы, как таковой, она не имеет. Цвета, как такового, она не имеет. Она может подстроиться под любую форму, она может получить любой цвет, сияние или померкнуть, или что-то еще, размер увеличится, уменьшится. Есть же понятие взращивания души. Ну, я же это и про это и сказала, как можно сказать, какая у нее форма. Но она человеку не принадлежит душа. Вот человеческому телу, а многие сырые человеческое тело с человеком, она не может принадлежать человеку, потому что человек – это создание более поздней, нежели чем душа. Ну да, я это тоже понимаю. Поэтому человек не может быть хозяином души. А раз он не хозяин, он не может ее описать, он не может ей ничего рассказать. Душа может быть хозяйкой тела. Как ты резко-то прям заявила. Ты уверена, что так оно есть? Ну, там дух, потом душа. Дух как? Дух входит как? Ну, как-то через душу, короче. Попытаюсь сейчас еще от Владимира прочитать. Хотелось бы сделать одну программу на радио научной тематике. Но боюсь, что итогом этого эфира будет рост количества больных на голову медиум-фоксорсенсов на просторах нашей Родины. Что делать, не знаю, страшно. Владимир, избавься от страхов. Переведи их из формата управления в формат подчинения предохранителей. И тебе не будет страшно. Приходи на эфир и с бесстрашием проводи его. Играй уверенно. В домино сыграем. Так, ладно, вот тут пишет, скачет у нас. Я видела свое тонкое тело, не хочу выглядеть смешной. Но и не только свое видела. Это пишет нам Женя Макарова. Женя, ты не одинока. У нас многие видят. Только не смейся. А вот Анжела еще написала. А куда они уходят, души? На Луну? Они уходят, куда им надо уйти. Все сразу на Луну начинают привязывать. Ну, зачем? При чем здесь Луна-то? Не только на Луну. Есть у нас множество, огромное количество. Луна, кстати, это материальное проявление. Поэтому трудно себе представить, что все души, которые не имеют часто материального проявления, должны привязываться только к чему-то материальному, тем более им не принадлежащему. Что-то у нас еще интересного есть? Вопрос. А Наташа, Наташа тут все про 25-й кадр пытается спросить. Ну, вот мы про мультики-то с тобой говорили. И я говорила, что, наверное, там какую-то манипуляцию применяют, типа, 25-го кадра. Вот. И что она? Вот интересуется, что это такое. Как можно распознать наличие 25-го кадра в мультфильме? Ну, это, кстати, и в фильмах же есть. Не только в мультфильмах. И в рекламе, и где там. Везде. Это есть везде. Причем самое интересное, что в сегодняшний век компьютеризации и видеороликов мы имеем достаточно большее количество воздействия на человека, нежели чем 25-й кадр. 25-й кадр – это уже такой архаизм, который отживает себя. Он изжил себя. 25-й кадр появился тогда, когда были у нас аппараты, крутившие пленочку. 24 кадра в секунду они крутили, и получалось движение. Вот когда этот формат 24 кадра установился, тогда мы получили современное кино. Туда же стали звуковые дорожки приписывать уже, ну и много чего другое. То есть, опытов было примерно много. 24 кадра – это стандартный, насколько я помню, формат показа фильмов. А 25-й – это он вставлялся, как условно 25-й кадр. Он вставлялся, через строчную 24 пропускали, и один вставляли. К примеру, нужно тебе заставить, чтобы люди захотели кушать или пить пипси-колу, ну, какой-то напиток. Чтобы у них жажда образовалась. И вот там показывают такого человека, который на этом кадре. Ну, фотографию условно. Или замедленную съемку, когда человек пьет с наслаждением эту воду. Жаркая пустыня такая. Он пьет. И стакан такой имеет какие-то вот такие прям капельки конденсата на нем. Ну, аппетитно все смотрится. И там лед, и жарищу такую показывают. И люди вдруг ни с того ни с сего, выходя из кинотеатра, подходят и начинают покупать дружно воду. Хотя другой фильм показывали, воду вообще никто не покупал, а условия точно такие же. И это стали привязывать с 25-м кадром. А сейчас у нас можно показывать со скоростью показа 30 кадров в секунду, 50 кадров в секунду, 60 кадров в секунду. То есть, сколько ты считаешь, нужно поставить, столько и показывай. Например, стандарт идет 25-30 кадров в секунду. Представляешь, какая возможность? Там можно вставлять чаще эти, например, кадры. У тебя будет что-то мелькать, это не будешь осознавать. Все, больше нет никаких дополнительных воздействий. Что тебе еще надо, ты красавица? Нет, мне просто интересно. Они же могут речью, например, зомбировать. Какими-то предложениями навязчивыми, которые несколько раз повторяют. И это уже к 25-му кадру не относится. Это относится уже к НЛП, это относится уже к каким-то якорям-установкам. Но ведь то же самое было известно и до цифровой технологии. Поэтому я это даже не упоминаю. Это все давным-давно известно. Там все очень просто. Поэтому я даже это не рассматриваю. Это все понятно и что-то в лес-то ходить. Все это так ясно. Просто сейчас краски стали более яркие. Вот обрати внимание, современные мультики, они иногда привязывают детей быстрее к просмотру их, нежели чем старые наши мультики. А как наркотик вообще. Вот правильное слово. То есть современный мультик поставь цифровой и поставь старый наш красивый нарисованный мультфильм, какому-нибудь там Союзмультфильма, например. Например, полнометражный, где красивые все люди, где музыка прекрасная, краски яркие, похожие на природу. И тут ты поставь компьютерный мультик рядом, где краски сочные такие, которых в природе нет. И дети обратят внимание вот на это, на искусственное. Да, согласен. Обрати внимание, ты приходишь в Макдональдс, покупаешь пирожок и приносишь его домой. Кладешь пирожок домашний, такой же, из Макдональдса рядом. И просишь ребенка попробовать один на другой. Как ты думаешь, какой пирожок ему больше понравится? Ну, какой? Ну, конечно, этот Макдональдс. Потому что в нем много добавлено того, что дома ты не кладешь. В нем добавлены такие вещества, которые возбуждают вкусовые рецепторы, которые заставляют мозг более ярко все воспринимать. Воздействие на рецепторы производится как через что? Через глаз, через вкус, через нюх, в общем, через наши вот эти органы чувств, которые очень примитивны. И они, если у тебя попадает какое-либо возбуждающее вещество, то в этом случае мозг начинает более активно работать. Ребенок становится малоуправляемым, более резким, подвижным и так далее. Многие же проводили эксперименты в школах, когда просто-напросто запрещали в столовой детей кормить вот этой привезенной пищей и давали им естественную пищу. Дети сначала морщили носы, но потом привыкали. И, о чудо, они становились управляемыми, они становились послушными. На уроках они полностью высиживали, на переменке не гоняли, как сумасшедшие. Травма уменьшилась и так далее. А в других школах, где наоборот обратили внимание, что было вот этого больше, там еще все хуже стало. А если еще и разговаривали с родителями, которые полностью исключали всю вот эту пищу, которая быстрая и прочее, скоростную, и исключали вот эти супермаркетские покупки, палочки различные и прочее, дети становились покладистые, дома они себя вели хорошо. Но, с другой стороны, знаешь, когда дети смотрят вот эти какие-то мыльные оперы, мультфильмы, которые сейчас показывают, а у нас вот учительница в школе, она на уроках ставит старые мультфильмы. То есть, например, вот дома они не будут их смотреть, потому что слишком большой выбор. Можно поставить то, что они хотят, да, вот то, что вот сейчас им дают. А на уроке как бы они рады этому мультфильму, потому что, ну, им ничего учительница не объясняет, ничего думать не надо, они смотрят мультфильмы. Она им ставит старые вот эти наши, старые добрые мультфильмы, что называется. И ты знаешь, они выходят оттуда все в восторге. То есть, от этих мультиков, вот этих, да, которые сейчас вот эти искусственные эти, которые, ну, они их посмотрели, да, они привлекательные, они, может, там еще раз их, но у них нету впечатлений от них. Понимаешь, они не могут ничего сказать. У них спросят, ну, про что? Ну, как бы, ну, про что? Ну, одно-два слова скажут, а оттуда они выходят, вот я заметила их по-своему, и вот у нас там тоже с ним учатся ребята. Они прям, ну, в восторге от этого. Но только момент она поймала, что они, как бы, ну, сидят на уроке, они больше ничего нет, другого нет выбора, понимаешь? Она ставит им вот эти мультфильмы. Ну, у них потрясающая, конечно, реакция вот на мультфильмы на эти. А дома они, конечно, их не смотрят. Да, дома они не смотрят, если родители их не ставят. Ну, вот некоторые дети, и даже если родители начинают ставить, то некоторые не интересуются им старыми. Не интересуются так же, как наркоман не интересуется нормальными слоями жизни, потому что наркотики дают более яркие ощущения и впечатления. Вот ты слово «наркотик» произнесла? Они уже привыкли к этому, да. Вот как раз наркотики, они есть во всей, ну, вообще в жизни встречаются. Постоянно мы с ними имеем дело взаимодействия и так далее. Но только настолько мизерные дозы наркотиков, что мы их не ощущаем. Они на нас практически не воздействуют, как наркотики. Они могут обострять слух, обострять взгляд, улучшать вкус или что-то еще. Они в очень-очень малом дозированном количестве. Но если выделить наркотик специально, и если запустить куда-то в кровь или понюхать, и он через нюху пойдет в кровь, или через еду пойдет в кровь, то в этом случае будут происходить какие-то другие явления у этого человека. Его мироощущения изменится, действия, поведение и так далее. И чем чище будет наркотик, о чем мы говорили в одной из передач, когда про алкоголь говорили, то тем сильнее он будет действовать. Смертность от чистого героина в разы больше, чем смертность от героина грязного. Потому что дозы нужны меньше, и он дает больше вот этих вот всплесков эмоциональных, красок и прочего. И человек быстрее на большую дозу переходит. Вот и наркотики так действуют. Наркотик, ну вот представляй себе, вертикальная шкала 100%. 100% это самый высший уровень качества, осознанности человека, спокойствия, поведения, мировоззрение у него правильно и так далее и тому подобное. А ноль – это смерть. Когда нет никаких эмоций, ничего, просто трупяк и все. Смерть. И вот теперь представь, что человек, который находится, к примеру, где-то посерединочке, в лучшем случае посерединочке, для того, чтобы улучшить свое состояние, он принял какую-то наркоту. И вот эта дрянь подняла его эмоциональный фон на 2 единички. 52. Смотри, что происходит дальше. Со временем наркотик перестал действовать, опустил вниз чуток, и он уже опускает ниже того места, где он был. То есть минус 4, к примеру, то есть уже 48. Я и хотела сказать, только не на тот уровень, на котором он был. Но человек-то помнит не 50, он может помнить 52 ощущения на этом уровне. Он хочет их получить. Он принимает ту же дозу наркотика. Она на 4 единички вверх подняла, или на 2, к примеру, на 2. Он на 50 кучков залез. Но он был на 52 в том состоянии, который он помнит. Нехваточка. Так. После этого его еще на 4 единицы не спустил. Теперь он уже на 46. Если он тоже дозу наркотиков, он даже до 50, если он принял ту же дозу наркотиков, он даже до 50 не поднимется. Ему нужно что делать? Или от этого дела отказываться, что тяжело? Либо необходимо увеличивать дозу. И он увеличивает дозу в 2 раза для того, чтобы хотя бы вернуться на 50. Но после увеличения дозы он упадет уже не на 4, а может упасть уже на 6. И в конечном итоге любой наркотик, абсолютно любой наркотик, проводит деградацию сознания человеком. Или он умирает, потому что все, он уже не достигает вообще никаких ощущений. Ему мир вообще никакой. Он вообще никак от мир не справится. Он не может достичь того ощущения яркости, которое у него было тогда. А ломка продолжается. И он уже принимает наркотики не из-за того, что ему дают какой-то там кайф, куда он может взять, а только потому, что он раб этих наркотиков. Он уже зависим, значит, он вообще ничего не получит. Его трясет, у него ломка. Ему хоть что-то надо принять, чтобы он хоть как-то нормально в состоянии прийти. Как вот трясет алкаша. Стопарик он принял, все, похмелился, все нормально, жизнь наладилась. То же самое здесь. Или он должен принять высшую дозу наркотиков, чтобы сразу его убило. Вот мультики все, вся вот эта искусственная еда – это наркотики, которые синтетически получены и которые сразу же действуют на ребенка. И поэтому, когда он посмотрел нормальный мультфильм в школе, он возвращается домой, он не смотрит теперь нормальный мультфильм. Потому что да, там ему понравилось. Он может это все пересказать. Все здорово, все отлично. Эмоции в вагон был. Но наркотик, наркотик. Вот он, пульт надо включить. И его уже трясет, он прям включает. Почему? Он не знает, зачем он будет смотреть. Он смотрит, потому что смотрит. И там же существует и 25-й кадр, и 30-й, и 40-й, и 105-й. Какой хочешь кадр тебе туда заложит. Все вкупе. Да. И плюс там НЛП, вот эти дурацкие смешки. Хи-хи-хи, ха-ха-ха, бумс-бымс. Помнишь эту сценку Карабаса-Барабаса, когда Малина сбежала с Пудлем Артемоном, и Пьеро там получал эти подзатыльники. Вот такая же простенькая незатейливая сценка, где ржалин над ним, который бьет, шишки набивает, и ржалин над другим, потому что он ничего сделать не может. Вот всем было смешно, ха-ха-ха. Вот это придурочный такой спектакль в нашей жизни разворачивается. И мы все на это смотрим, и все говорим, да ладно, ну маленькие еще дети, что там подумаешь, кашку едят. Ну, ничего страшного здесь нет. Вот тут от Анны Бондаренко вопрос пришел. Неожиданно пришел в голову вопрос. Что вы думаете о последнем предупреждении Валентины Когут элитам и простому народу, которого она решила с помощью богов Тары и Тархам избавить от их якорей? Ой, а ты можешь меня избавить от подобных вопросов, чтобы я кого-то комментировал? Ну, я вот тоже. Я, например, не смотрю вообще эту Валентину Когут, я не могу сказать ничего, абсолютно. Я смотрю, но я при этом не хочу никого комментировать. Я не хочу комментировать религии, не хочу комментировать человека, которому нет нас, не хочу комментировать какого-то гуру. Я могу говорить свои впечатления о нашем мире и о проявлении каких-то людей в этом мире, но при этом я никогда не буду тыкать пальцем, потому что это неэтично. Вот если со мной будет человек находиться в эфире, и мне будет необходимо задать вопрос острый, я задам ему острый вопрос. Я спрошу, зачем, почему и как. Я или поддержу его, или, может быть, как-то там дам какой-то совет. Ну, что-то еще. Моя будет реакция. Но это будет глаза в глаза. Как я могу, не видя человека, за глаза про него что-то говорить? Я согласна, да. Лучше не надо. Поэтому мне часто говорят, вот почему ты там вот такой-то мерзавец, там на тебя там что-то такое, ты там же фамилию не зовешь, имя, где он живет, мы там поедем, морду ему набьем. Говорю, а зачем? Почему я должен это говорить? Вы что, считаете, что я должен этот уровень опускаться и кого-то науськивать на кого-то? А вдруг он прав в чем-то? А вдруг я негодяй? Это что ж, получается, вы повелись на мое негодяйство и хорошего человека отлупили? Ну, понимаете, то есть я предлагаю не следовать тому, что я вам говорю, или кто-то другой, а я предлагаю быть здравомыслящим человеком, который поймет, сложит вместе, просмотрит и одну сторону, и другую, включит здравомыслие и сверит то, что говорит один, что говорит другой, и сверит дела. Вот у этого дела вот такие, у этого вот такие. Какие дела больше подходят для державы с точки зрения благости, а какие разрушают державу, разрушают людей, и не более того. Поэтому я никогда не говорю про тех, кто меня в чем-то обвиняет. Никогда не говорю про тех конкретно, которые что-то свое говорят. Это их мировоззрение. Это их видение. И даже если у кого-то там конкретно тараканы в голове бегают, и он слышит какие-то голоса, это его проблемы. Если кто-то, например, аватар какого-то бога, это он аватар, это не я, я не был в его шкуре. Я могу сказать только за себя, но и за себя я даже не говорю. Про себя я тоже ничего не рассказываю. Пройдите внимание. Вот мне задавали какие-то вопросы. Я в общих чертах что-то рассказал, и все, и не более того. Потому что не надо мне ничего про себя говорить. Я уж как это, помните, хороший, прекрасный фильм «В бой идут одни старики». Может, вы хотите что-то сказать? Да нет, говорит, не приучен. Я в бою себя покажу. Вот человек в дело. В бою пошел, показал. Командир полка. Ну, давай еще один вопрос рассмотрим, и будем заграгуляться. Вот это твой вопрос. Смотри, что такое магия? Давайте так. У нас записан с Михаилом эфир про магию. Там мы более-менее подробно об этом рассказали. Незачитный вопрос. Хорошо, значит, подождать. Так, ну, тогда следующий вопрос. Какой-то такой интересный вопрос. Похороненные остаются возле могил, если они запечатаны... Нет. Похороненные остаются возле могил, если они запечатаны священниками на девятый день. Не знаю, что это такое. Прочитала, как есть. Интересный вопрос. Надо понимать, что душа – это не единственное, что есть у человека, или то, что управляет человеком, или то, что находится рядом с человеком. Как и дух – тоже не единственное. Существует огромное количество различных дополнений, которых многие вообще даже не подозревают. Поэтому все дается по мыслям и деяниям самого человека. Если человек в это верит, если он в это мыслит, то он и получает по своим мыслям, по своей вере после смерти то, во что верил. Это называется в одном из учений Лока. Вернее, существует множество учений, где слово Лока присутствует. Например, по одному учению Лока – это мир после смерти, иллюзий, куда поступает человек, который этот мир создавал, то есть в свои же иллюзии он и попадает. По более древнему, а может быть параллельному учению Лока – это часть пространства или Вселенная, или часть Вселенной, куда попадает человек после смерти. По еще одному учению, Лока трехмерно, трехуровнево, то есть есть подземный мир, есть наземный мир, есть высший мир. Три Лока называются. Есть Локи семиуровневые, есть многоуровневые, где есть подземный мир, мир людей, мир между миром людей и богов, есть мир просвещенных, учителей, святых, богов и так далее. То есть Лок – огромное количество. Но Лока – это некая ловушка, куда помещается что-то очень важное от человека после его смерти. И всегда вы находитесь в той Локе, которой соответствуете. Если это была Лока, в которой вас запечатали с вашего согласия, захоронили ваше тело, и вы привязаны своими мыслями были к этому телу, потому что вы дали добро на это, то в этом случае вы будете присутствовать рядом с этим телом. И не только 9 дней, и не только 40 дней. Ежели вы что-либо другое замыслили, вы попадаете в какую-то религиозную Локу, которая происходит, где прямой вернее путь, из эгрегора религиозного, вот в эту религиозную Локу. И так далее, и тому подобное. Если же вы, как Творец, были не в религии, не в каком-то эгрегоре, а находились в роду, то в этом случае вы имеете право не оставаться в каких-то Локах, пройти некое очищение в определенном мире, в определенном пространстве, для того, чтобы потом светленьким, чистеньким явиться на совещание самим собой, совещание с своими предками, совещание богов, где будет дальше вам назначен путь. Либо снова в эту землю, если у вас остались какие-то долги, или их называют еще кармой. Либо в другие земли с другими измерениями, с другим уровнем бытия, с другими новыми телами, одеждами, условиями жизни, уроками и так далее. Вот то, что последнее, это называется путь золотого восхождения души. Или золотой путь восхождения души. И то, и другое не запрещено. И то, и другое дозволительно. Вопрос только в вас самих. Куда вы стремитесь, что вы хотите? Хотите, будете бесплотным духом, который мается, мучается, бегает, других мучает, приходит в гости. Хотите, будете сидеть в локе. Будете это называть адом или раем, или еще чем-то. Хотите, пойдете дальше, туда, куда, в принципе, наши родичи должны идти. Ну вот как-то так. А слово яблоко связано с этим как-то? В сказках, например. Я не знаю про тыблоко, про которое ты говоришь. Ну там приходила чернавка, бросала отравленное яблоко. Она его съела и заснула. А еще были молодильные яблочки. А еще и было яблочко на тарелочке. Да, ну я про это. Да, ну яблоко – это интересное такое порождение природы, которое имело много-много смыслов. Ну давай-ка мы сегодня уже эфир-то будем заканчивать. А, ну ладно, хорошо. Ну это вам наметка на следующую передачу с Мишей. Пожелание такое от меня. Про яблоко. У нас уже этих пожеланий знаешь сколько? Ну я не так часто вас что-то прошу. Тебе сделать исключение, да? Да. Как там говорил профессор Преображенский, в очередь, да? В очередь, да. Ну ладно, хорошо. Ну что ж, давай будем заканчивать эфир сегодня. Скажи что-нибудь хорошее, доброе. Да, давай. Я благодарю всех наших слушателей, друзей, которые нам пишут, которые задают вопросы, которые нам предлагают свою помощь, общаются с нами, интересуются, как у нас дела. Благодарю всех за участие эфира. Желаю всем добра. До встречи. Завтра у нас эфир. Приходите. Приходите. Завтра у нас интересный эфир. Да. Приходите, не пожалеете. Конечно, если опять интернет не подведет, да? Но я надеюсь, что это так, случайные какие-то такие промахи. Ну что ж, мне остается, что напомнить, наверное, да, что у нас сегодня 16 января 2018 года. По одному из современных календарей вторник пока еще. По одному из старинных 37-й день месяца белого сияния покоя и мира. 7500-26 лета осемится. Мы сегодня говорили на свободную тему. Надеюсь, что не просто позабавили, а еще что-то дали такое интересное в мир. Может быть, даже от этого и мир улучшится. С вами была Светлана Большакова. Низкий поклон тебе, Свет, за то, что участвовала. Благодарю тебе. С нами были все наши радиослушатели и зрители. Низкий поклон вам, друзья. Так, держать. Приходите еще почаще. Пишите побольше. Главное, осознанно пишите. Ну и я ваш покорный слуга Алексей Орлов. На семья с вами прощаюсь. Желаю всего самого-самого доброго. Народное славянское радио желает всем добра. Быть добру. Увидимся. И услышимся.